я ребята всем привет меня зовут слипи сегодня на странифм пою для вас рассказываю говорю отвечаю и даже могу немножко поспать кто не знает я пою трек дочка прокурора которые знают абсолютно все поэтому поэтому все блогерством я занимаюсь около двух лет начинала с мюзик ли я наверно не могу выбрать все для меня важнее блогерство или я как артист я это совмещаю и это очень круто я с детства всегда хотела стать полноценным состоявшимся артистом до сих пор эта цель меня преследует поэтому я стараюсь я пишу треки выпускаю их ждите выпущенных 2 не выпущенных 1 2 3 4 5 6 около 6 последнее время я сама пишу песни текст это обычно очень спонтанно типа мы едем на студию допустим с никитой сменым с моим молодым человеком вот такие давай напишем трек давай и просто там за 15 секунд ой секунд 15 минут чик 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 и все никита пишет свой текст я свой у меня выходит в этом месте два фита мишель девочка из блогерского дома иксо тим а второй трек выходит с артистом который был еще на старой фабрике звезд когда мне было года два это будет такой сюрприз провокации типа ну вообще трек у меня сольный есть я сниппет уже выпускала он дерзкий достаточно но там нету каких-то таких моментов которые мне кажется могут не понравиться власти просто дочка прокурора власти власть власти мне кажется ее не любят потому что это лучше не говорить о том я потом еще куда-нибудь все я молчу я была в хайп-хаусе летом ушла в июле вот и сейчас я не состою ни в каком доме звали в много домов но я пока что планирую двигаться самостоятельно я уже там была до пройденный этап скажем так современная музыка вообще меломан с детства у меня всегда в плейлисте было кучу всего там от аврила винда потапа и настя вот и по сей день я также слушаю и что-то американское аля там не знаю леди гага лана delray и так далее и также слушаю русскую музыку достаточно много артистов которых я на данный момент слушаю у меня нет определенного любимого исполнителя что вот у него выходят треки они мне все заходят типа вышел какой-то хит я послушала да мне понравилось добавила или не добавила я не хочу говорить что кому-то не надо кому-то надо это дело каждого но да типа треки милохина мне нравится прикольно не все но типа там я дома потом какой мне еще зашел подонок и с басковым классный трек а самое главное не сказала хавчик офигенный трек там хавчик крутой да вообще раньше у меня была позиция принципиально то что я вообще не материлась моем окружении было много друзей ребят которые матерились меня абсолютно это никогда не напрягала но типа я сама сдерживала свою речь вот но на данный момент конечно типа бывают такие моменты какие-то когда она вылетает что же поделать но стараюсь типа по минималу использовать вот а в треках почему нет не мне об этом говорить но в моем тексте по моему нет но не сыпать на дам по моему есть немножко одно слово по моему это вам не моргенштерн ну вот меня наверное нет на общем морген крутой алишер привет для меня интернет это уже не просто там по переписываться с друзьями пообщаться там ответить кому-то это уже типа часть моей работы скажем так и я постоянно должна сделать контент что-то создавать просматривать статистика туда-сюда для меня это сейчас неотъемлемая часть я не могу без телефона именно одна не могу сказать а так в основе это тиктока instagram в основном ну пишут конечно подписчики какие-то приятные вещи какие-то предложения по сотрудничеству и какие-нибудь блогеры пишут типа давай там закалываемся это то что я читала в запросах еще пишут какие-то странные аккаунты с галочками типа не хотите галочку я могу вам сделать его игры спасибо и я не отвечаю таким мне кажется у всех блогеров есть хейтеры но у меня очень минимальное количество хейта потому что и ну типа сколько я не читаю меня особо нету злых каких-то комментариев как у многих блогеров что-то не понравилось какая-то общественная волна у меня раньше тоже такое было где-то когда я начинала года полтора два назад меня хейтили за все по моему выражению лица думали то что я мега чсвшны и писали мне ты чсв ты чсв фу чсв я в один момент реально в это поверила такая ну чсв чсв а потом это прошло да главное делать то что вам нравится вообще забейте на хейтеров это когда-нибудь пройдет и это не есть плохо потому что люди тратят на вас свое время смотрят за вами если вы излите значит вы уже добились успеха никогда не поздно главное делать какой-то свой оригинальный контент или чем-то зацепить внешностью там не знаю харизмой пластика еще чем-то вообще тикток непредсказуемая тема кто-то может быть мега крутым мега харизматичным необычным но снимает и просто его ну не пропускают в рекомендации вообще никак вот а кто-то может не знаю просто там попрыгать на улице и это наберет кучу просмотров сейчас больше уже какие-то медийные личности которые уже известны в тик токио сейчас они в основном рекомендациях новеньких мало но все же есть да я помню когда у меня ролик набраму набрал 20 миллионов просмотров это было два года назад получается как раз вот примерно в сентябре я сняла в парке горького на вот это желтый мост я забыла как он называется сняла видео что я там что-то потанцевала и потом подпрыгнула на замедленные там цвета менялись в так бита и короче я смотрю у меня что-то 100 тысяч просмотров 200 300 я обновляю у меня просто летит это к что у меня тогда было где-то 300 тысяч подписчиков я конечно тогда знатно офигела в итоге видео набрало что-то там 2 миллиона лайков что примерно так и 20 слямов просмотров конечно это круто потом потом это повторилось в декабре или в январе вот год назад я сняла тогда были социалки модной и я короче одну социалку переделала под себя то есть эта идея уже была но я короче изменила ход событий там полностью вот она получилась тоже прикольно и тоже набрала около 20 миллионов просмотров что-то точно также вот эти два видео я запомнила ну в инсте в принципе посложнее чем в тег токи аудиторию набрать но в целом все хорошо идет скоро миллион я на данный момент нигде не учусь я закончила школу вот после школы решила то что 18 лет я перееду учиться за границу но мы с родителями поговорили и я сказала типа если до 18 лет я выпущу типа первый трек я всегда хотела петь и родители хотели тоже чтобы я пела я говорю выпущу первый трек который у меня типа круто зайдет то типа я останусь россии больше буду двигаться в направлении музыкальном вот они сказали да окей вот мне через месяц 18 лет летом я выпустила свой первый трек который хорошо залетел поэтому я остаюсь пока что да у меня родители полностью меня поддерживают мама особенно она сама всегда хотела быть артистом вот она очень сильно разбирается в блогинге в музыке вообще в принципе во всем она у меня такая задвиж шарит и она мне постоянно даже помогает ты не так делаешь не тот ракурс нам не так сняла вот идея прикольная вот это с ними да участвует активно в моей блогерской музыкальной деятельности у меня еще и младшая сестренка и старший брат ну сестренка возможно будет потому что она мега красивая вообще хочу чтобы она моделью какой-нибудь стала ей 9 лет пока что рано но я уже подумываю ее начать двигать потихоньку вот а старший брат у меня юрист мимо 24 года теле куда стеки то есть очень смешная тема он каждый день включает телевизор чисто на фоне игры ну кому ну ты чё у меня уже бабушка даже телек не смотрю ну я вообще телек не смотрю радио иногда когда на такси едешь если там по bluetooth не подключаешься что-то в телефоне делаешь туда радио я слушаю там прикольные треки играют у меня нет стремления какой-то определенной сумме потому что я считаю сколько бы у тебя денег не было тебе всегда будет мало потому что фантазия и возможности они безграничны вот когда-то было сложно наверное у меня были моменты когда у меня было типа ограниченное количество денег когда я еще типа сама не зарабатывала и брала деньги допустим у родителей если я что-то хотела у меня мама всегда типа давала мне возможность это приобрести вот ну типа чтобы я сама зарабатывала и тратила их как хотела наверное такого не было когда я начала зарабатывать у меня начали появляться свои деньги но при этом я все равно наверное брала какие-то деньги у мамы потому что это не были какие-то большие суммы сейчас я полностью сама себя обеспечиваю в принципе вообще полностью то есть я к родителям за деньгами вообще не обращаюсь самая дорогая покупка мне кажется она скоро произойдет потому что я собираюсь сейчас купить машину к 18-летию а так это наверное больше что больше наверное какие-то брендовые шмотки на что я могла еще потратить какие-то подарки каким-то близким людям но пока что недвижимость я не приобретала вообще я всегда хотела ауди тт матовую черную но я ее хочу учета там 14 лет и уже говорят что она типа не в тренде вот поэтому буду выбирать ну ттшка она так прикольно выглядит мне нету таких ну типа прям близких-близких друзей которым я максимально все доверяю единственный типа близкий человек именно не считая там родителей так далее это никита мой молодой человек типа в принципе как парень также не то что он не друг но типа я могу с ним также обсуждать как с друзьями на любые темы и так далее вот поэтому не хватает ну во первых да я не доверяю сейчас вообще в принципе до блогерства мне было очень сложно доверять потому что было много разных ситуаций с псевдо друзьями вот сейчас уж тем более типа просто есть много хороших ребят знакомых с которыми мы видимся там гуляем что-то вместе записываем все но именно вот прям близко близко что там прям лучшая моя подруга с которой буду всю жизнь общаться такого наверное нет у меня очень мало отношений было я даже не могу это назвать отношениями потому что это больше типа в 14 лет в тебя влюбился мальчик и вы такие с ним за ручку ходите по школе типа такого я наверно могу сказать что прям вот серьезные отношения у меня сейчас первые это с никитой вот до этого вообще типа не было такого если считать прям вот официально то четыре месяца а если типа когда все это начиналось типа когда мы начали общаться просто когда мы познакомились мы сразу друг другу влюбились но мы типа долго очень дружили и вот просто типа общались привыкали друг другу можно так сказать не знаю вот узнавали друг друга то в декабре будет год невозможно объяснить типа энергетика схожа типы такой родственная душа именно 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 так будет еще один совместный трек он уже написан ты думаю дальше тоже еще чем сделаем мы вообще поем лучше всех на нее все круто позаниматься типа никому никогда не поздно но у меня пока вроде нет такой цели пока что все вытягиваю все что пишу до бывают такие моменты когда я там сижу залипая ли он прям у друг друга забирают такие всего надо по посидеть пообщаться в реальность вернуться не вообще мы типа сидим но не так что прям залипаем них полностью мы постоянно типа куда-то ходим гуляем ездим еще что-то вместе еще раз повторюсь то что когда кто-то что-то хочет мне вообще без разницы потому что это желание каждого у меня нету не татуировок не пирсинга вообще ничего у меня даже уши не проколоты вот типа мама мне в детстве уже не проколола и сказала типа там вырастишь захочешь проколешь я не хочу типа мне так прикольно по поводу пластических операций я вроде ничего не хочу менять единственное что я я занималась два года типа танцами тверком я бы наверное начала опять ходить в зал чтобы поддерживать как-то фигуру а именно операции какие-то нет я хотела одно время сделать губы этот не ботокс не вот эта тема как она называется короче да типа там колят чё-то и у тебя губы пухлые становятся вот но я от этой темы типа быстро отошла после того как посмотрела как это делают и чуть в обморок не упала волосы да я часто крашу вот у меня были нарощенные волосы русы я сейчас сняла перекрасилась опять в блонд голова пока что отдыхает в принципе все так стабильненько когда я уже смотрю в зеркало и понимаю что я сама себе надоело надо освежиться вот ну а я не делала ничего такого типа там красные волосы там не знаю синий у меня всегда все типа естественно там блонд русы там я даже в черный никогда не красилась он мне не идет вообще многим идет у меня мама с черными волосами с такими темно-русами вам не не идет не обвесит просыпаться утром это вот наверное на первом месте то что вот я не могу просыпаться даже не то что утром я не могу просыпаться тогда когда я не выспалась для меня проснуться это вообще очень большие проблемы меня бесит что что ем по ночам постоянно Я вообще веду ночной образ жизни, я ложусь где-то в 6 утра и просыпаюсь, типа, когда там высплюсь. И я, типа, физически не могу не есть ночью, потому что у меня основной, короче, рацион и образ жизни проходит именно ночью. Вот, а ночью есть вредно, как мы все знаем. Что меня еще бесит? Меня бесит, когда люди такие, типа, скользкие такие, лицемерные, хитрые. Я таких не люблю людей. Никита, сон и вокал петь. Я занималась в детстве, но это больше не вокал был. Я занималась гитарой, у меня дополнительно был сначала фольклора, потом хор. Я была первым сопрано, вот так пела. Гитара занималась 5 с половиной лет, по-моему, 5-6. Но так, чтобы серьезно вокалом никогда не занималась, больше на гитару делала акцент. Я, возможно, да, я представляла, но я никогда не знаю, что со мной будет там буквально через месяц, через два месяца. Потому что последний вот эти, наверное, год-полтора, как вообще блогинг вошел в мою жизнь, у меня постоянно происходит что-то мега спонтанное и неожиданное. И ты такой, а что там? Там, грубо говоря, год назад, когда я очень любила Егора Крида, слушала его, там, смотрела за ним все, я как-то вечером лежу, что-то смотрю сериал, и мне пишет там одно рекламное агентство. «Привет, завтра съемки с Егором Кридом». Типа, подъедешь? Я такая. И, короче, таких моментов очень много, поэтому я даже представить не могу, что может быть через 20 лет, насколько может что-то поменяться. Вот, а вообще, как бы я хотела, я бы хотела... Через 20 лет... Сколько мне лет будет, получается? Тридцать семь, тридцать восемь. Не, ну, тридцать восемь это еще мало. Хотела сказать, типа, уехать куда-нибудь на свой остров и там никого не видеть, сидеть и кушать арбузы. Ну, в тридцать восемь я, наверное, хотела бы жить в своей квартире где-нибудь в Л.А. или в Нью-Йорке с видом на какое-нибудь... На что? Не знаю, на свое озеро какое-нибудь, вокруг которого стоят мои машины. Мне кажется, все может в любой момент измениться, и завтра я вообще захочу жить в деревне под каким-нибудь монастырем. А я жила в монастыре. Вообще история достаточно долгая, постараюсь кратко рассказать. У нас верующая семья, и с детства я крещеная, меня всегда водили в церковь родители. Вот, и у нас был монастырь, в который мы часто ходили, женский монастырь. У нас было там много знакомых, и мне там понравилась одна девочка, ей было 17 лет, она типа была... Ну, в монастыре я жила, в черном. И я к ней очень привязалась, и с детства, типа, всегда с ней общалась, когда приходила в храм. И когда мне было 10 или 11 лет, это было лето, мама мне сказала, типа, хочешь на выходных попробовать, типа, остаться? Там есть специальные корпуса, где живут, типа, родители или знакомые, которые приезжают к монахине. Вот я такая, да, давай. Я осталась что-то на субботу-воскресенье, мне настолько понравилось, что я прожила там что-то 2 месяца. Я провела, я постоянно маме говорила, нет, я домой не поеду, нет, не поеду. Я там научилась делать свечи, научилась играть на колоколах, там, чему только не научилась. Ну, было весело. Я свечи сама делала через станок, воск заливаешь, там, раскатываешь. Да, мне очень понравилось, нет, я бы еще раз съездила. Да, да, это неотъемлемая часть. Я с детства очень верю сильно в Бога и всегда могу обратиться за помощью и так далее. Основной процент написан, да, от 18 до 24, но я считаю то, что у меня очень много ребят, подростков, детей, там, допустим, от скольки угодно, типа, вот основа, наверное, от 10, там, до 20, типа, вот такие. Когда у меня вышел трек «Дочка прокурора», у меня добавилось много подписчиков, именно девчонок таких, кому 18, 19, 20, такие, стервочки, такие, «Уведу твоего парня», вот такие, вот, и как-то и те, и те, и туда, и сюда. О, интересно, у меня есть среди подписчиц дочки прокуроров? Ну, да, надо узнать. Самое главное в жизни – это быть счастливыми и делать счастливыми тех, кто находится рядом с вами. Радовать их, любить, поддерживать, делать сюрпризы. Я сняла отель в Москва-Сити, там очень красивый вид, вот, и отправила его туда, он там, да, один ночевал, да, видео снимал там, сидел. У нас есть пингви. Пингви – это маленький совенок голубой, это игрушка, но она живая. Я всегда желаю одно и то же, надо что-то новое сказать. Желаю, чтобы у вас у всех была такая же маленькая живая игрушка, которую вы будете любить, как пингви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова